Городская общественность взбудоражена в видео и фото, которые публикуют зоозащитники. На кадрах видно, что отловленных на городских улицах животных содержат в доме на окраине Иваново, в тесных грязных клетках, в ненадлежащих условиях. В социальных сетях люди передают информацию с призывами о помощи бездомным собакам. К этому строению, складскому помещению, расположенному в Новоталицах, нас пригласили зоозащитники. Здание старое, потрепанное на вид, нежилое. Как оказалось и без коммуникаций. Это строение в интернет-сообществе окрестили страшным домом. Сюда должны привозить собак после отлова. К сожалению, попасть внутрь на территорию мы не можем, потому что нет никого из руководителей. Но невооруженным взглядом видно, что привозить сюда собак, тем более стерилизовать их, по меньшей мере, бесчеловечно. Те, кто заходил в помещение, рассказывают, грязи внутри едва ли не больше, чем снаружи. Мы видели огромное количество грязи. То есть, да, это отходы, это животные, которые вешаются по окнам. Явно животные находятся в каком-то нервозном абсолютно состоянии, животные находятся в стрессе. Они, вы видели, наверное, снимали разгрызанные доски. То есть, животные пытаются выбраться. Они лают, воют. Ни мисок с водой, ни еды, ни каких-то условий для элементарного там их нахождения там просто не создано. Галина Николаевна слезно просила представителей компании по отлову пустить ее внутрь. Там она искала свою собаку, которую неизвестные забрали прямо от ее подъезда. Над пенсионеркой сжалились и пустили. Увиденная женщине будет являться в страшных снах. А операционной, это вообще-то назвать операционной я никак не могу, потому что это какая-то живодерная. Здесь просто издеваются над собаками. Они их стерилизуют тут, как бы они говорят. Вот, вот, ну никакой антисанитарии там нету. Грязь, окурки тут, и шприцы тут прям валяются на полу. Я не знаю, я говорю, хотя бы операционная должна все-таки быть операционной. Свою собаку Галина Николаевна не нашла. И что с ней стало, можно только предполагать. А вот Наталье Санаевой повезло больше. Ее питомец, дворняжка по кличке Лисенок, оказалась в страшном доме. Она очень голодная. Мы привезли с собой два ведра еды, хотели отдать. У нас эту еду не взяли. Сказали, что у них там есть еда. Но наш собак, вот мы когда ее в машину посадили, она не могла наесться. Она и пила много воды, и наесться она просто не могла никак. И она была в таком шоке. Она была настолько такая напуганная. То есть вот только сегодня она пришла в себя. Домашних собак берут. Они ведь не ловят диких, которые не подходят, которые на самом деле представляют опасность для общества. Они ловят ручных, которые спокойно подводят. А зачем им? Как говорится, зря тут энергию тратить. Они и так, как говорится, получат. Потому что уже сколько людей видели этих собак, своих забирали. Так это с боем забирали своих собак. Это как это так? Через дыру в стене видны раковины и краны. Но воды в здании нет. Для операции используют воду из бутылок. Есть подтверждающие фотографии. Засняли зоозащитники и тех, кто проводит операции по стерилизации. Девушки совсем молодые, как предполагают волонтеры, еще студентки. К их работе тоже есть претензии. Еще одну собаку, которую владельцы забрали из страшного дома, сейчас спасают ветеринара. Собаку смотрел ветеринар в альфавете. Есть заключение официальное. У собаки не наложены швы, которые обычно положены накладывать при кастрации. У собаки формируются свищи. У собаки есть загноение этих свищей. Она простужена и сейчас получает курс антибиотиков и остального лечения. ГОСТ по содержанию животных предполагает ряд условий, которые должны быть соблюдены. Температура в помещениях выше 7 градусов, конечно, электричество, водоснабжение. У каждой собаки должна быть хотя бы подстилка. По стерилизации. То есть это должно быть помещение специально оборудованное. То есть это должны быть шкафы с лекарством, с наркозом, холодильник. То есть, соответственно, все должно быть, как полагается. Где мы это видим? То есть тут вообще даже подвода, электринергии нет. Ни проводов, ничего. Дальше. Выгул собак никто не отменял. В этом ГОСТе четко написано. Двухразовый выгул. Больше месяца наша съемочная группа пыталась добиться официального разрешения попасть внутрь помещения, предназначенного для содержания и стерилизации безнадзорных животных. В администрации нам прокомментировали, контракт по отлову не предусматривает открытость подрядчика для СМИ. А заставить его они не могут. Кроме того, в мэрии нам сказали, что все проверки были проведены. И условия содержания стерилизации их полностью устраивают. Правда, озвучить эту информацию на камеру чиновники мэрии почему-то не захотели. На все претензии у подрядчика теперь один ответ. Зоозащитники создают ненужный ажиотаж, мешают качественно выполнять обязанности. Грязь образовалась в следствии того, что у нас сотрудники этого учреждения, у них из-за митингов и всего остального не было доступа, чтобы туда зайти. Была минутка, что кто-то уезжал. Они приходили, там убирались. И убегали, потому что боялись. Свет там присутствует. Полностью все здание освещено. Воду туда приносят. Терпение горожан подошло к концу. В субботу ночью неизвестные приехали к страшному дому, выломали замки и забрали почти всех животных. Подрядчики написали заявление в полицию. Напомним, контракт с компанией, занимающейся отловом, был заключен в начале марта сроком на год. На него мэрия выделила 1 миллион 200 тысяч бюджетных рублей. На эти деньги должно быть отловлено 206 животных. Теперь разобраться в обстоятельствах, наверное, помогут только надзорные ведомства. Этот сюжет просим считать официальным обращением в прокуратуру.